Константин и Вера Фроловы Наш герой родился в Казахстане. Туда его родители поехали на работу по распределению после института. А через некоторое время семья вернулась на родину, в Воронежскую область. Тогда никто не мог и предположить, что свой путь Константин Фролов обретет именно в Крыму. Сколько я себя помню, в кровати у меня была такая небольшая глиняная картина, на которой была скала. А на этой скале такой замок необыкновенный. Я думал, ну это, наверное, или сказка, или это где-то очень далеко от того места, где мы жили. И потом вдруг в 1969 году мы с родителями приехали в Крым отдыхать. Пробыли здесь целую неделю. И в какой-то момент мы подъехали к этой скале, к этому замку. Оказалось, что это Ласточкино гнездо. Вот, я не верил своим глазам, что вот эта сказка такая осуществилась, что она наяву. По материнской линии у меня довольно интересная такая история. Моя бабушка Клавдия Михайловна Калагривова, потомственная дворянка. И, видимо, от нее передались мне и вот эти творческие наклонности, потому что она сама хорошо пела. И если бы не Октябрьская революция, то ее будущее, возможно, было бы связано с Императорским театром. Вот. От нее эти наклонности передались маме. Мама пела, играла на пианино. И, собственно говоря, мое детство, оно было таким очень строгим, суровым, потому что я посещал две школы. Это общеобразовательная школа средняя и музыкальная по классу фортепиано. Вам нравилось ходить в музыкальную школу? Нет. Из-под палки? Как ребенку, когда его друзья играют в футбол или там где-нибудь бегают на рыбалку или еще куда-то. А я должен брать, значит, вот папку с нотами и идти. Но все же выучился играть на фортепиано и гитаре, а еще много писал стихотворений. Первое еще в школьные годы он посвятил своей однокласснице, которой была большая симпатия. До сих пор считает, что все в жизни начинается с любви. Если от мамы передалась тяга к творчеству, то отец научил смело браться за любую работу, как и положено настоящему мужчине. Я разбираюсь в радиоэлектронике, я радиолюбитель, коротковолновик уже с огромным стажем. В детстве у меня было несколько таких желаний, которые исполнились. То есть я мечтал под парусом пересечь море. И благодаря Крыму это удалось, потому что в 1994 году мои друзья пригласили меня принять участие в походе на яхте на Принцево острова. Я оттуда привез целый мешок песен и стихов, из которых потом мы сделали спектакль. Потом я мечтал летать. И вот эта мечта, она осуществилась тоже в Крыму. Где вы учились? Я за заводском, там авиаклуб, где я вместе с другими ребятами, которые были на 15-20 лет моложе меня, я сел за парту и прошел все, так сказать, учебные стадии, сдавал экзамены, зачеты. Причем я самый первый прошел медкомиссию, хотя мне был уже 41 год. Я первым совершил самостоятельный полет на самолете Як-52. Первым прыгнул с парашютом. Но вернемся в юные годы. После школы наш герой поступил в Воронежский институт на исторический факультет. Талантливого музыканта и поэта заметили сразу. На первом курсе его пригласили в два вокально-инструментальных ансамбля и студенческий театр. В нем он играл главные роли, исполнял собственные авторские произведения. В те времена попасть вожатым в международный детский лагерь «Артек» было пределом мечтаний. Нужно было досрочно сдать экзамены, и у Константина Фролова это получилось. А его будущая супруга приехала в Крым из Риги. 1975 год стал судьбоносным. Случайная встреча оказалась совсем не случайной. Я даже сейчас не могу точно объяснить, казалось бы, ничем особенным, ничего примечательного. Молод, доверчив, легкомысленен, где-то поверхностен. Но вот что-то, какая-то сила меня обратила к нему. И я до сих пор не могу это объяснить. Это был вечер, на котором я не должна была быть. И я собиралась уходить, но отправилась к себе на корпус, переоделась, пришла. И уже не сводила с него глаз. Что-то в нем было, то, что вот меня затронуло очень сильно. А когда он запел, все, вопросов не возникало. Начались танцы, и я ждала, что он меня пригласит. Он этого не делал, но я в свойственной мне манере, стилистике. Все-таки я была артековская вожатая. Поэтому я подошла и сказала, Константин, в чем дело? Что вы себя позволяете? Что такое? Почему вы меня не приглашаете танцевать? Надо? Да, я говорю, конечно. Мы с ним немного потанцевали. Потом он сказал, пойдемте на берег моря. Я вам буду играть и попою, почитаю стихи. Вот так, может, и на берег моря. И действительно были стихи, были песни. И меня поразило, как такой молодой парень. И такие серьезные, глубокие, даже философские песни. А предложение я сделал на Пушкинском гроте, в Артеке. А сколько времени прошло с момента вашего знакомства? Два дня. И вы сделали предложение? А вы согласились? Почти, да. Почти. Я сделала паузу. Как? То есть я удивилась, это так быстро. Мне казалось, что еще времени мало. Я подумала еще, дня два тоже, подумала. И вдруг на исходе второго дня я понимаю, что, боже мой, почему я сразу не сказала «да»? Почему я сразу не согласилась? Я помчалась. Изо всех сил я помчалась. В Кипарисной, чтобы видеть Константина, я его увидела. И первая фраза, которая мне сказала «Костя, я должна быть твоей женой». Тут удивился Костя. Вера Ивановна, вы можете сказать, что посвятили свою жизнь вашему супругу? Да, я могу сказать, что я посвятила ему всю свою жизнь. Но при этом рядом с ним я тоже себя открываю. Жизнь преподносила супругам много испытаний. После тяжелых гастролей им приходилось еще и заниматься сельским хозяйством. На одни концерты в 90-е годы было попросту не выжить. Но любовь помогла пройти все трудности. К вере супруги также пришли вместе. Я точно не знаю, был ли я крещен в детстве. Потому что у бабушки я спрашивал, она говорит, что нет, отец запретил. А мама сказала, что наверняка бабушка тебя где-то покрестила тайно. Потому что все-таки это были советские годы. Но на всякий случай я решил сделать это еще раз уже официально. И мы с дочерью 13 августа 2000 года покрестились в храме Воскресения Христова в Форосе. Кто-то из великих писателей совершенно замечательно сказал. Русский человек может быть за Бога, против Бога, но никогда без Бога. Мы рождаемся с этим. Даже когда мы об этом не думаем, и когда мы не совершаем службы, не ходим, может быть, в храм каждый раз, когда это необходимо. Но внутри это есть, это наш, я бы так сказала, национальный код. Потому что все началось именно оттуда. От Всевышнего, от нашей православной религии. И мы-то ведь дети советского времени, атеистического. И безусловно, в советские времена мы не думали об этом. Но когда мы повзрослели, когда появилась возможность что-то узнать, мы, конечно, потянулись к этому. Вы уже в браке были? Да, да, мы уже были в браке. И пришло время, когда мы поняли, что нам недостаточно штампа в паспорте. Мы прожили уже тогда более 40 лет вместе. И нам хотелось, чтобы это было еще и вот так. Поэтому мы приняли решение обвенчаться. Водицу в роднике холодную, Звезду на небе путеводную. Водицу в роднике холодную, Звезду на небе. Вся ваша жизнь – это большое сплошное творчество. Вот если глянуться назад и вспомнить, какие самые яркие, может быть, события, концерты, встречи или города остались в вашей памяти, которую вы до сих пор вспоминаете с теплотой? Ну, нужно сказать, что география моих концертов достаточно большая. Это европейские страны, там Германия, Италия, Швеция и Африка, и даже Индия. Но для меня самыми драгоценными являются концерты, когда я езжу по России. Для меня музыка, музыка, стихи – это когда невозможно молчать. Когда вот в тебе что-то кипит и бурлит, и это все выплескивается, как у Пушкина. Рука к перу, перу к бумаге и так далее. И появляются строки, и потом эти строки либо ты читаешь кому-то, либо кто-то сам читает, берет книгу и читает. Константин Фролов, заслуженный артист Республики Крым, продолжает покорять сердца по всему миру. Его творчество о любви к родине и семье, о подвигах наших соотечественников в годы войны и, конечно же, о чем-то личном и духовном. Чтоб жизнь прожить без воя волчьего и не жалеть, что быстро кончилось. А что мне нужно, Всевышний? Да в сущность, ни грамма лишнего, За эти сказочные россыпи в моей судьбе спасибо, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok